Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем играть в игрушечку под названием ПАПС. Собственно, это вторая серия. Ну что же, давайте продолжим. Спасибо огромное подписчице Кровацапке за такой подарочек. Я почитал все ваши комментарии, много чего нового почерпнул для себя, изучил. И, собственно, где-то в начале игры я пропустил некоторые моменты, так сказать. Ну что же, добро пожаловать на вторую серию этой милой, доброй, семейной игрушки. Снова наш рысеночек в поисках родителей. Кто не смотрел первую серию, обязательно в плейлист «Другие игры и гайды». Там есть первая серия. Ну что же, мы продолжаем искать наших родителей. Так, идем по следу родителей. Кто-то мне уже немножко поспойлерил, отчего мне даже стало страшно. Что якобы, возможно, даже сегодня мы встретимся с какими-то врагами и обретем нового друга. Ладно, пока не буду говорить. Идем по следу. Помните, в той серии я вам постоянно говорил... В конце серии я говорил, что я слышу какие-то непонятные рычания или звуки медведя. Вот сейчас они стали намного ближе. Так, а как они пошли? Они пошли через болото разве? Через топи? Здесь пропал след, я не вижу. Ну, давайте последуем этой тропинке. О, боже! Это что было? О, нет! Честно говоря, я испугался. Это был какой-то ворон или что это? Вроде бы, да, сказать... А-а-а... Игрушка... Настолько... Тихо-тихо-тихо! Только не говорите, что я погиб. О, нет. Нет-нет-нет, я жив. Я жив. Что это за птица? Что это за птица? Утка-ворон? Пишите в комментариях. Я не понимаю. Она меня пыталась убить. Так, меня оглушили, и я жив. Вот здесь какой-то след. Это что? Это гнездо? Мы можем поесть отсюда, нет? Не пойму. Ладно, побежали дальше. Мне почему-то кажется, что мне в спину постоянно кто-то дышит или идет за мной. Мне кажется, что кто-то опять за мной идет. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Это что за звук? А-а-а-а-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо. А, это утки. Это утки, я понял. Или дикие гуси какие-то? Это они постоянно на меня пытались сагриться, на меня накинуться. Я понял почему, потому что я подхожу, наверное, близко к их гнездам, и им это очень-очень не нравится. Так я же даже вас не трогаю, вы чего? Первые опасности, да? Первые опасности, они такие. А вот если мы заходим в эту растительность, они как будто теряют наш след. Ох, не нравится мне это музыкальное сопровождение, нагнетает. Непроходимые болота, топи. Мне кажется, что я потерялся. Давайте понюхаем. Мы можем нюхать? Можем нюхать, но почему-то наш нюх стал намного слабее. Честно говоря, я даже не знаю, куда я иду. Наверное, я иду в том направлении. У нас есть, собственно, небольшая карта. И по мере продвижения она потихоньку открывает весь наш путь. Ох, это нелегко. Это очень нелегко. Не хотел бы я бы оказаться на месте этого рысенка. О-о-о. Это какой-то... Это знак. Это по-любому был знак. Буква С. Что это может значить, я не понимаю. Я пока что не понимаю. Но надо, по крайней мере, искать вот такие золотые яйца. В топях. Так, давайте пробежим аккуратно. Давайте аккуратно, аккуратно пробежим. Чтобы на нас этот... Утенок, гусь, как его назвать, я не знаю, не напал. Мы можем напасть на него? А он даже не агрится на нас, посмотрите. Я вроде прямо на него наскакивал. Давайте... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, он шипит, он шипит. Он шипит. Он шипит. То ли они слепые, то ли я не понимаю. Ладно. Собственно, давайте... Может быть, вернемся назад. Первая подсказка у нас есть, и это уже очень хорошо. Знаете что, мне не нравится инверсия. Так, управление. Инверсия по горизонтали. Инверсия по вертикали. Нет, это понятно. Горизонтали. Но, по-моему, вот здесь у меня было включено. Я что-то тут маленько нахимичил. Перед продолжением. О, все. Ровно. Все вернулось, как должно было быть. Так даже удобнее стало играть. Ну что ты, вылезай сюда, пернатый. То ли мне тебя бояться, то ли ты меня боишься. Я сам не понимаю. Я понял. Это, скорее всего, красным. Загораются также подсказки. Ну, я так думаю. Так, вот я вижу следы. Я вернулся на какие-то следы. Не с них ли я пришел? Так, я постараюсь по этим зарослям меньше ходить. Это очень замедляет мою скорость. Почему-то мне кажется, что сейчас придется идти обратно. Опять назад. Так. Стойте. Стойте, стойте. Вот здесь есть какой-то проход. И там опять... Какое-то волшебное золотое яблоко. Там было яйцо, а здесь яблоко. И, собственно, как нам его достать? Вопрос. 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 Так. То ли это растительность, то ли мы можем туда запрыгнуть. Смотрите, вон там наверху есть проход, да? Там наверху есть проход. А значит, логично. Мы можем туда как-то забраться. Но вот как это сделать, я пока ума не приложу. Пойдем в обход. А смысл? Может, мы должны как-то уронить? Сбить? Давайте пройдемся, наверное, чуть левее. Здесь нет прохода. Я почему-то подумал, что там вроде как какая-то маленькая пещера. И мы можем туда залезть. Вот не надо только шипеть на меня сейчас. Я тебе точно ничего плохого не собираюсь сделать. И уже отстань от меня, блин. Гребаный ты гусь. Как ты мне надоела. Можно я тебя... На тебя покричать можно хотя бы? Ауч! Это было достаточно больно. Я понял. Лучше к вам не подходить. Не надо гаркать на меня. Не надо на меня гаркать. Это с таким треском, простите, лягушки, что ли, прыгают? Прям как будто целый кабан свалился, я бы сказал. Так. Ну, явно ты можешь здесь запрыгнуть. Давай, малыш. Вперед. Так, отлично. Да ладно. Родной ты мой. Локация тебя туда не пускает. Ну, ты же как-то должен там пройти. Да, головоломка, головоломка. Надо было быстрее бежать по следу нашей матери. Следы ведут сюда? А мы шли правее, что ли? Ну, допустим. Допустим. Но здесь же я опять ничего не вижу. Так, подождите-ка. Вот здесь есть след. Но мы же должны по-любому как-то забраться на то дерево и сбить золотое яблоко. Явно оно не просто так там висит. Может быть, конечно, нужно сделать сначала что-то здесь. Прежде чем пойти туда. Я не знаю. Следов абсолютно никаких нет. А вот на тот берег я перебирался. Что-то я не помню. Шел ли я вон там по верху? Мне кажется, что нет. Я вернулся сразу назад. Я не видел вот этого гуся, который только что на меня сагрился. Да, наверное, я не шел этим путем. Так. Давайте-ка назад. Опа. Ага, вот следы. Нам надо было идти по верху. Блин, а я просто так 10 кругов намотал в одном и том же месте. Так, стойте. Аккуратно перепрыгнем здесь. Здесь поваленное дерево. Мы можем пройти по нему. Здорово придумано, кстати. Так. И даже не свалился. То есть игра здесь построена так. Ты пройдешь по поваленному дереву, по бревну, но ты не свалишься. То есть оно будет держать твое равновесие. И, собственно, ничего не произойдет. Но это, конечно, упрощает геймплей. Но хотелось бы иного. Ну, ладно. Дабы не мучить игрока, это сделано. Скорее всего, так. Так, отлично. Сохранили. Фух. Это, я вам скажу, был нелегкий путь. И даже на одном моменте я, честно, напугался, когда Дикий Гусь напал на нас. Блин. Это просто было жестко. Я, конечно, понимаю, что эта игра не хоррор, да. Такая семейная игрушка о дружбе, любви. Но то, что было ранее, я, честно, напугался и я заплутался. Фух. Ну что же. Если понравилось данное видео, пальчик вверх, подписка на канал. Ждем третью серию. Ждешь третью серию? Погнали. Лайкосики. Лайкосики. Лайкосики, ребятки. Чем больше лайкосов, тем быстрее, простите, выпуск новой серии. Все, ребята. До новых встреч. Рысенок вам порычит. Хочешь продолжения? Жми лайк. Смотрите, как рысенок умоляет найти его маму. Малыш. 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 Малыш.